Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 16 августа. Вот вчера у меня был день заготовок. Вчера я дала вам рецепт, вот как я делаю десертные томаты. Я рассказала, что я использую для этого вот сладкие все вот такие оранжевые, там вот эти мелкие, которые очень сладкие. Но и сегодня же в комментариях вот Тамара Дивянина написала, что у неё никогда не получаются сладкими вот эти десертные томаты. Что может быть изменить мой рецепт, увеличить сахар. И у неё именно не вот эти сорта, которые считаются сладкими, а все вот там остались, которые Санька, Настенька, там ещё какие-то она назвала примерно 10 сортов. Ну короче, все-все разномастные. Спрашивает, можно ли вместе их все консервировать и можно ли увеличить процент сахара и почему они у неё не сладкие. Вот эти вопросы именно, они такие злободневные, они многих интересуют. Я сейчас расскажу, в каких случаях томаты могут получиться не сладкими и почему. И можно ли увеличивать процент сахара. Я вчера вам давала вот этот рецепт. Вот томаты десертные. И тут у нас, конечно, этот рецепт предназначен для, так сколько здесь, тут короче, 2 чайные ложки соли и 6 чайных ложек сахара на литр воды. Но это если в пересчёте 1 большая столовая ложка соли и 3 больших столовых ложки сахара. Сахара в 3 раза больше. Конечно, этот рецепт предназначен изначально вот для таких томатов. Он и написано, что спелые, такие мясистые томаты, дольками. Вот они, я вчера сделала их. Вот они, дольки томатов, они такие хорошие. Или, я ещё вчера говорила, или я применяю этот рецепт вот к таким, которые очень сладкие, там вот оранжевые сорта всякие, вот эти пальчиковые мелкие. Этот рецепт подходит к ним идеально. Но, если у вас томаты не обязательно вот такие сладкие, а вот как она говорит, что остались там одни мелкие, такие, 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 а хочется сделать сладкие, то, конечно, можно изменить рецепт. И я так делаю. Потому что, смотрите, я вот вчера делала дольками, вот какие-то у меня дольки вот эти с оранжевых, а какие-то вот просто вот все, какие у меня есть, я нарезала, дольки залила. И вот в этот раз, когда я вот заливала все подряд, я тоже увеличила себе здесь сахар. На один литр воды, вот я делаю одну столовую ложку соли и три столовых ложки сахара по рецепту. И еще одну ложку или две сахара я добавляю в зависимости от того, насколько сладок томат, который я закатываю. Если томаты, например, спелые и сорта сами по себе такие с большим содержанием сахара, то я добавляю одну ложку. А если вы будете, например, использовать уже поздние такие, последние, которые, например, не на кусту созрели, а даже где-то дозаривались, в которых есть кислинка, то можно к этому рецепту, вот к стандартному, добавить даже две ложки сахара, ничего страшного не будет. Еще почему могут быть томаты не сладкие? Смотрите, вот я уложила вот эти томаты пальчиковые. И так как они не резаны, не дольками, между ними пространство большое, вот много туда жидкости у меня вошло. И значит, этим томатам достанется и много соли, и много сахара, но больше всего сахара, раз он там преобладает, раз рецепт десертный. И они будут очень хорошие и сладкие. Но если вы нарежете тоненькими ломтиками, более мелкими, вот так вот, видите, как у меня вот эта банка сплошняком, поэтому я сюда сахара больше добавила, тут объем продукции намного больше, а воды совсем мало. И если сюда входит всего полстаканчика, или, например, стаканчик воды, вместо того, что должно входить там, например, 400 грамм, конечно, сахара вот этим томатам достанется меньше. И вы смотрите за нормой укладки, сколько вы туда укладываете. Если вы наложили много плодов, но залили мало рассола, конечно, они будут не сладкие. Даже вот этот десертный рецепт, у меня так тоже бывало, я же не всегда же все это знала. Я один год вообще наложила вот так поплотнее, чтобы побольше вошло, залила рассолом, потом начали есть зимой. Они нейтрального вкуса, вообще не чувствуется ни соль, ни сахар, потому что там так мало воды вот этого рассола, из чего им было взять. Хорошо, что вообще еще не испортились. Вот это может быть вторая причина. Короче, смотрите, первая причина, почему они не сладкие, это да, потому что, может быть, они не сладкие вообще сорта сами по себе, они, может быть, недозревшие, они, может быть, были с кислинкой изначально, и вот этот сахар, сколько мог, эту кислинку убил, но сладости осталось мало. Вторая причина, сильно плотная укладка и мало рассола вот этого именно сладкого и маленькое содержание сахара, тогда они тоже будут не сладкие. Ну, а про то, можно ли все вместе вот эти сорта там расспрашивать? Да, конечно, можно, я вообще всегда все вместе сорта складываю, какие они нужны, тем более, если вот укладываешь вот так дольками, неужели я их буду рассортировывать по сортам? Нет, конечно. Режу дольками, все, что есть, укладываю. Если вижу, что много туда входит томатов, ну, их как, их не будешь же полбанки накладывать, вот, ну, много напихала, они сами по себе много вместились, укладываются очень плотно, делаю концентрацию выше. Так что вот правильно вы задали этот вопрос, многие с этим могут столкнуться, и если это заранее не объяснить, как люди бывают такие. Вот сделали этот рецепт, положили много помидор, налили много рассола, потом попробовали, ой, да совсем невкусно. И, в общем-то, в общем-то, это и не десертные, вообще никакие они. И им кажется, что это плохой рецепт, ну, в смысле, как, несовершенный такой, не соответствует названию. Это может так показаться, просто вы смотрите, если у вас много там томатов, то рецепт нужно усиливать. Усиливать, если хотите сильно сладкие, вот как Тамара, добавляйте сахар. Если вы просто хотите повторить вот этот же десертный вкус, то добавляйте и соль, и сахар, ну, например, увеличьте в полтора раза. Вообще, это нужно всё пробовать на себе, всё нужно испытывать. Я вот знаю, что вот на сладких сортах этого, этой дозировки достаточно. И когда вот такая укладка, что много жидкости, получается вот именно вот такой истинно десертный. Но если, конечно, вот так уложить, то сладости уже там не будет в стандартном. Надо добавлять всё. Ну, я вот это вот по комментариям некоторые объяснения сделала, потому что многие действительно вот только начинают, даже если только кто не начинает, а впервые пробует этот рецепт, он может до конца не осознавать, от чего зависит, почему они не сладкие, как нужно сделать, можно ли изменить рецепт. Всё это можно, пробуйте, испытывайте. Огородная кулинария, особенно заготовки на зиму, это такой полёт фантазии. Если у вас есть желание, если у вас есть хоть немножко время, можно всему этому научиться. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Желаю всем очень удачных таких закруток, заготовок, потому что я знаю, что первые годы могут они быть бомбаж, баночки могут взрываться. Я вчера очень много наработала за день, видите, сделала заправку щи со свежей капустой, это тоже хорошее. И уже готовлюсь делать завтра рассольник по многочисленным просьбам. Расскажу, как делаю рассольник. Рассольник очень удобная вещь, в него у меня уходят все переспевшие вот эти большие огурцы, которые в конце сезона мы не знаем, куда девать. Они прекрасно все уходят в рассольник. Всё, до свидания.